Я всех приветствую на своем канале InfoMateUniFam и с вами Лена. В этом видео мне бы хотелось немножко с вами поболтать, рассказать о том, почему у меня не было, как это произошло. Я извлекла также какой-то урок, хотелось бы с вами этим поделиться, ну и рассказать о том, что же будет в следующих видео. Вы делали многие запросы, хотелось бы о них поговорить, поэтому давайте просто делайте такую маленькую болталочку. Меня не было, потому что у меня был поломан компьютер, и произошло это таким образом, что у нас был огромнейший шторм. Во время шторма где-то рядом ударила молния, несмотря на то, что мой компьютер был выключен, так как это лаптоп, он все равно был подключен к розетке. И даже если он выключен, все равно произошло замыкание, и он поломался. Ремонт стоил огромных денег, 700 с лишним евро. Смысл его ремонтировать, сами понимаете, не было, а купить новый. К счастью, у меня все-таки была страховка, поэтому страховка мне оплатила мой компьютер, я чуть добавила и купила новый. Так что у меня сейчас есть стационарный компьютер, большой экран, и мне будет намного удобнее обрабатывать свои видео. Да, вот такая вот была пауза, поэтому если у вас огромный шторм, все равно выключайте, в общем-то, из розетки свой компьютер, потому что замыкание может произойти в любом случае. Также мне повезло в том, что мои файлы удалось спасти, все видео, которые я вам снимала, они остались, мне осталось их обработать, их выставить. Это, конечно, большой плюс. Ваши запросы. Я... мне очень часто задают вопрос о том, чтобы я показала свои картины, свои работы дизайнерские. Хочу это сделать, хочу поговорить также о своей профессии. Мне этот тот же запрос уже был задан очень-очень давно. Дело в том, что я сейчас делаю один проект, я его практически завершила, но вторая часть зависит не от меня, это больше техническая часть. И я в ожидании того, чтобы это закончилось. Также мы скоро переедем, я бы хотела еще там кое-что сделать, поэтому я бы сказала, что видео появится примерно в ноябре. Я хочу все включить в одно видео, поэтому я подожду, пока я закончу все свои проекты и смогу их включить. Видео будет, я не забыла, я все помню, так что... Да, также мне очень не хватает видеокниг, давно я не делала, даже не знаю, как быть. Дело в том, что все, что я читала, либо не было переведено на русский язык, и смысла, конечно же, нет, чтобы вам о техниках говорить. И второе, это то, что последние книги также были такие, которые, может, были переведены, но понравились мне наполовину. Вот я не знаю, есть ли вообще смысл о них говорить и говорить, что мне понравилось, а что нет. Напишите мне в комментариях, а я потом, если смогу, то, соответственно, буду снимать видео. Также мои новые подписчики мне говорили о том, что хотели бы что-то узнать обо мне, потому что на моем канале, по-моему, даже нет видео обо мне, что там. Не помню, если вообще есть или нет, но надо будет, может, что-нибудь актуальное снять. Если у вас есть какие-то вопросы, можете задать внизу, я посмотрю, если я смогу на них ответить или нет. Но у меня есть в планах тоже снять это видео, так что оно выйдет, так вы узнаете обо мне немножко больше информации. Почему мои запросы настолько поздно приходят? Дело в том, что снимаю, как правило, я в какой-то определенный день и снимаю сразу несколько видео, которые я в течение месяца выставляю. В зависимости от темы, от настроения, от того, как вообще я настроена, и на каждой выходной снимать не удается. О неделе я вообще не говорю, потому что я прихожу, и вам явно не захочется меня видеть после рабочего дня, потому что я просто убита. И на выходных я еще более устала, потому что все это накапливается и остается на выходных. И если есть какой-то день, когда нормальное освещение, сегодня его, кстати, тоже, к сожалению, нет, но все-таки я решила снять. Поэтому вот так вот происходит, что я в один момент снимаю, потом потихоньку обрабатываю и вам выставляю. Есть какие-то видео, которые более трудоемкие, которые занимают еще больше времени, поэтому уж извините. С комментариями тоже, если вдруг я позже отвечаю, я все равно всегда пытаюсь на все комментарии ответить, но бывает так, что я отвечаю через несколько дней. Не удивляйтесь, но у меня действительно бывают дни, когда я даже не включаю свой компьютер и даже не беру свой iPad в руки, потому что я дизайнер, я работаю с компьютером, причем вот так вот. И у меня, как правило, после рабочего дня очень устают глаза, и не только глаза, и я просто уже экран не могу смотреть. И ни телевизора я не смотрю, ни вообще просто пытаюсь отдохнуть. Дел у меня всегда огромное количество, поэтому еще надо все хорошо высчитывать, чем заниматься. Огромное вам спасибо за вашу поддержку. У меня, честно скажу, очень просто огромное количество добрых подписчиков. Есть мои подписчики, которые уже просто долгое время со мной, вот так вот на протяжении всего пути, которые здесь на YouTube, и меня поддерживают. Поэтому огромное вам спасибо за все ваши советы, поддержку, комментарии. Меня это очень-очень радует. И еще очень многие заспрашивали там о Инстаграме, о всяких сетях. Я есть в Фейсбуке, я есть в ВКонтакте, я есть сейчас даже в Инстаграме. У меня пока проблематично выставлять фотографии, но я буду исправляться. В общем-то, потому что это довольно легко, но как-то вот я не люблю телефон, не знаю почему. Мне явно... Вернее, я знаю почему, потому что экран вот такой вот маленький. Но я буду исправляться. Я есть в Пинтерест, все ссылки я оставлю внизу, так что кому интересно, заходите. И у меня есть, конечно же, еще блог, там я стараюсь еще что-то писать, поэтому, в общем-то, я везде есть. Заходите, я стараюсь это все как-то поддерживать. Буду стараться еще лучше. Вот, на такой вот ноте я заканчиваю. Огромное вам спасибо за внимание и говорю вам до следующих встреч, в следующих видео. Всем пока!